МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, что заслуженный работник культуры, вам как ближе? Писатель, публицист? Вы осознаете себя писателем? Я журналист, публицист и общественный деятель. Я работал в Всемирном конгрессе татар с первого дня СОЗа в этой организации. С 1992 года писал его уставные программы, документы. Просто я публицист и общественный деятель. Уроженец деревни Дюсянова Бишбулякского района Башкорстана. Вот об этом мы чуть позже с вами обязательно поговорим. А сейчас давайте попробуем подвести итоги. У нас был непростой год. У нас был год, может быть, в первую очередь мы говорим о столетии ТССР. Вы удовлетворены тем, как прошел в этом смысле этот год? Вот эти итоги вам как? Да, этот год, конечно, омрачен тяжелыми событиями, связанными с пандемией. Он как бы украшен или отмечен этим великим событием, столетием ТССР. Потому что наша республика – это опора татарского народа. Наша республика – лидер в России среди регионов и оплот федерализма. Нас уважают. И откуда пошла наша республика? Когда появилась? Почему именно в 1920 году она образовалась? И что там происходило в течение этих ста лет? Это так интересно. Я провел его этот год, изучая историю. Я знал, конечно, но все равно я набрал в своей библиотеке где-то 100-150 книг. Их я знал, но некоторые перечитывал и был потрясен. Действительно, накануне открытия республики 17-18-19-го, такие события в Казани, в России происходили. Особенно было важно то, что праздновали столетия по указу президента Путнина. На федеральном уровне, с участием других субъектов. Любая нация – это все-таки политическая конструкция. Мы понимаем, что республика Татарстан – это и есть политическое образование. И мы здесь стремимся к какой-то особой идентичности, и, конечно, к особому подходу Москвы к нам. Это понятно. Поэтому, возможно, возникают политические вопросы. Вот, например, в области языка. Ведь мы понимаем, что это был чисто политический вопрос, связанный, скажем, с изучением татарского языка в школах. Сейчас ситуация очень сложная. Как вы ее оцениваете? Не любая нация – политическое понятие. Татары мы – этнокультурная нация. Есть нации религиозные, есть религиозно-политические нации. Но так получилось, что татары интегрированы с разными народами, прежде всего с российским народом, с русским народом, с русской культурой. Мы, большинство татар, как и я, вот один из них, я носитель русского языка и русской культуры. И поэтому претензии татар на самостоятельность своей республики ровно настолько, сколько нужно для своей культуры, для сохранения истории своей. И на этом все завершается. Дальше начинается всеобщее созидание. В обществе штампы неправильные, косые присутствуют, и я даже не хочу это сейчас в спорном виде обсуждать. Время показало. В Татарстане есть школьники, которые 100 баллов, стопроцентное образование обнаруживают. Сами татары, их знают татарский. К сожалению, сегодня без указания национальности большинство подрастающего поколения, они и не англичане наполовину словаря уже из других миров, из других языков, и свою культуру не знают, российскую не знают, да и мировую тоже как бы не больно знают. Это элемент деградации, потому что даже в той же царской империи курсанты военных учились, учили языки народов. Они, зная, что поедут на Кавказ, изучали черкесский язык, практиковались-то тут. Даже в 30-е годы в Казани мои знакомые, родители, дедушки моих знакомых, русские, знают татарский, потому что во дворе их друзья, подружки говорили на своем, они подтягивались к этому. Просто мы перестали быть, урбанизируясь иногда полностью татарами, мы перестали между собой говорить на родном, и показали дурной пример. Мы, может быть, поддались под давлению, ибо все-таки давление и при Сталине, и при Хачеве в этом направлении было, было. Некоторые не поддались, но большинство все-таки стало думать, что быть татарином надо скрывать это, и язык скрывать надо, и надо прикидываться, что ты другой человек. Действительно, разница-то огромная, скажем, с началом 90-х годов, и вот та ситуация, что сейчас. Ведь больших успехов именно в идентичности достиг Татарстана. Я помню, как там, и сегодня мне рассказывают о том, что было стыдно в автобусах говорить на татарском языке. Вот так как-то посматривали на человека, мол, ну зачем ты здесь-то, ну вот, езжай в свою деревню, и там, пожалуйста, говори. Это было в Казани. В мире не так же. А теперь стыдно. Мне вот стыдно, когда кто-то негативно думает, даже взглядом показывает, что он вот такой, не тот народ, не тот разговор. Это тоже та тема, которая не заслуживает даже громкого обсуждения. Надо самим собой, с людьми работать. И была программа толерантность такая, 250 миллионов на всю Россию выделяли. Хорошая идея. Говорили, какая толерантность? Мы уже братство, дружба. Тем не менее, индекс толерантности требует реконструкции. Я правильно понимаю, что вот эта языковая, все-таки продолжим немножко, чуть-чуть спрошу вас, языковая вот эта политика для Татарстана, ну она важна просто хотя бы по той причине, что есть просто вот аксиома такая, насколько мне известно, я не специалист в этой области, но, по-моему, она существует. Что если язык, малый, конечно, язык, исчезает из школьного образования, то фактически можно говорить о том, что он исчезает вообще из сознания человека и народа в целом. То есть, это, наверное, какой-то последний рубеж для Татарстана, где вот хотелось бы хотя бы вот это, существуя в рамках российского государства, хотя бы вот это определять. И сейчас нам говорят, что и это тоже слишком. Наверное, вот здесь, вот это больно. Во-первых, немалый язык, поскольку татарский язык и потом братские, башкирские, кыргызские, казахские и другие народы близкие, хорошо знающие татарский язык. Я привел аксиому и не говорил про татарский, про малый язык. Я за татар только скажу. Поэтому я специально воспользовался вот этой, как бы, неоговоркой. Это неоговорка, действительно, это мало, если что такое, 5-6-7 миллионов в России, 3-4 процента, небольшой процент. Но, тем не менее, давайте вспомним века, когда вот этот язык, средневековье, был официальным языком на всей территории Российской Федерации. Почти на всей. И когда надо было из Москвы доехать до Индийского океана, везде на границе требовали мандаты, документы. Если они на тюркском языке не написаны, не пропускали. Афанасия Никитина, все они и тогда изучали, знали. Так что, получается, что вот этот, как бы, уже исчезающий язык был имперским языком на всей территории, что не погубило другие языки. Все языки оставались, и поэтому язык существует ровно настолько, насколько на нем говорят его носители. Да, школа влияет. Влияет. Плохое изучение или недостаточное изучение влияет. Потому что через это художественную литературу, профессиональную культуру. Тем не менее, главный фактор, чтобы он потреблялся. А по федеральному закону о языках народов России, на языке местного населения можно вести дело производства, обращаться, никто не запрещает. Это мы сами, как бы, по партийной линии наш пугнули, или как-то перестали пользоваться. И появились какие-то лидеры и местные начальники, которые стали сами запрещать. А тут еще, если с высокой колончи говорят, что вот если вы не татарина будете учить, я тоже не за то, чтобы насильственно учить не татарина. И желает человек жить в этой среде, сделать карьеру или набрать голоса, продать товар. Он сам подтянется. Он увидит пример хороших интеллектуалов. Я знаю много-много русских людей, евреев, украинцев, которые знают. А мы вообще можем с вами отличить татарина от не татарина? Тем более здесь, в Татарстане. Может быть, где-то на Камчатке, ну, как бы, и там, наверное, сложно, там татар тоже, наверное, много. Но как нам здесь понять, какой ребенок должен учить татарский, какой не должен, какой татарин, какой не татарин. Вы не на 100% татарин. Я не на 100% русский. Я понимаю, что мне решать. Сегодня я на 100% татарин. По происхождению я не на 100%... По происхождению, конечно, да. Но как это определить, вот, кто татарин, кто нет? Мы ведь, наверное, поэтому языки-то обязательно и хотим изучать, потому что мы не можем, мы должны защищать себя от себя самих же, может быть, как-то. Когда проверяет кровь, ДНК определяет национальность, это неправильно. Потому что в ДНК там 250 поколений, там ничего только не было. Но национальность это все-таки политический конструктор больше, поэтому в ДНК как-то сложно. Национальность по ДНК? Да, это неправильно. Или предъявляет какие-то переписи или какие-то архивные документы, что тебя в 20-м или 19-м, 18-м веке кто-то на твоего пра-пра-пра-дедушка записали. Национальность определять даже сегодня не умеют. А уж тогда, в прошлые века, только могли определить религию, да, иногда, и то мало этим занимались. Ну, сколько ясак платить, налог платить, и когда в армию забирать? Если уж ненадежный человек по происхождению, значит, могут не туда взять, не в те войска. Только это. Татары, как национальность, современные буржуазные нации стали формироваться только в конце 19-го века, в 20-м веке доформировались. А другие наши, многие братские народы доформировались и сейчас поформируются при социализме. Поэтому отличить можно только по волеизъявлению своего самого человека. И потом, все-таки, частью какой культуры он себя чувствует. Получается, что вот в магазин я захожу, продавщица по лицу не определишь, не зная, что на всякий случай она не татарка, я обращаюсь по-русски в Казани. А я ведь должен был на своем обратиться, потому что я на 90% должен догадаться, что она татарка. И почему я должен с ней не на родном языке? Получается, нам надо, перещелк в голове должен быть, не бояться, не стесняться своего происхождения. Даже иногда бывает так, что оба уже по лицу, по расе видно, что представители, какой они народа. И давай они на ломаном русском языке говорят. Поэтому моя культура, моя пресса, радиотелевидение, мой театр, мои сородичи, мои земляки. А если я Михаила Любимову по ошибке обращусь по-татарски, он не поймет мою фразу. А если он поймет, он окликнется еще. Поэтому пусть ко мне обращается каждый на том языке, на котором ему удобно. А я, может быть, запомню слова. — Римзей Садович, давайте про вас. Вот перед нами сидит человек, о котором интересно можно поговорить. Вы родились в Башкирии. Вы 30 лет прожили в Башкирии. Но вы татари. И живете большую часть своей жизни, прожили, конечно, здесь. Объясните, пожалуйста, как вы себя чувствуете? Вы чувствуете в себе двойственность некоторую или нет? — Никакой двойственности нет. Я книгу выпустил в 2005 году «Татары у себя дома». Там Кремль московский, Кремль казанский, булгарский минарет. И там есть такая фраза. Я живу в России, не русский. Живу в Башкирии, родился в Башкирии, но не башкир. Родом из Бешбуляхского района, но не Чуваш. Я родился, вырос в Чувашском районе Башкирской республики Российской Федерации. Я татарин. Потому что я чувствую, что я потомок татар, которые жили на Волге и Урале. Может быть, возможно, мои предки, моя деревня переехала из Арманского района, до этого под Казанью. Вот я знаю свои государства, свою историю. Я знаю свою историю. И я знаю свою культуру, поскольку я в школе учился на татарском языке, тогда при социализме. Учебник, изданный в Казани, до седьмого класса по-татарски учился. То есть вы себя татарином осознавали еще в раннем детстве? Благодаря, конечно. Потом моя деревня, татарская деревня, татарский язык. Я первого русского увидел в солидном уже возрасте, лет, наверное, 15-13. Едет по деревне на велосипеде старик, бородатый. Я такого не видел, велосипедов не было. Он бородатый едет. Потом мне сказали, что это русский Дмитриевка едет. В соседней деревне Дмитриевки, вот там русские живут. Моя руку вывихнула, отец повез меня, она вставила руку. Поэтому два этих эпизода, бородатый старик и лекарь, знахарь, женщина из русской деревни. Каменка, недалеко тоже русская. Русские, он русский. А тут живут чуваши, чуваши. Я знал, что... Я знал каждого из них, какие они, какие бывают башкиры, какие бывают русские. Отец в русскую деревню ездил, он квашеную капусту, огурцы привозил. Тогда мы, даже тогда, это в 20 веке, еще не солили. Мы перенимаем, сейчас уже все у нас солят. Поэтому у меня идентичность на культуре, на быте, на истории, на реальной оценке моего окружения. Я знаю, воспринимаю мое окружение такими, какие они есть. А есть разница между тем, что вы чувствуете, если вы чувствуете себя татарином, и что вы чувствуете, если вы чувствуете себя башкиром? Разница между татарами и башкирами, она серьезная или она не так бросается в глаза? По происхождению башкиры отдельная нация. Все-таки? Когда я учился в башкирском университете, мы проходили этногнист башкир, проходили конференции. Нас, первокурсников, второкурсников, загоняли в большой зал. Мы слушали, ничего не понимали, конечно, зачем, что такое этногнист. Нас учили, что венгерский язык, угрофинский язык, прародина башкирского языка. Мы так думали. Но в последнее время что-то, видимо, в науке у них поменялось. Но мы были похожи, одинаковые с башкирскими студентами. У нас было литобеднение, Ахчарлак, татарское, и Шонкар, башкирская газета. Мы друг друга сто процентов понимали, ходили друг на друга как-то, на мероприятия друг друга посещали. Разницы не было. Но некоторые вот эти акценты, некоторые отдельные элементы речи и коды. Но по происхождению, по характеру, по традиции, по фольклору башкирской, протянутые песни, разница была. Нам было приятно узнавать. И сейчас это вот у нас, когда приезжают башкирские артисты в Казань, их с удовольствием слушают, смотрят. Поэтому мы как бы разные нации. Но по этнокультуре, по эстраде, по фольклору, по языковому общению, по коммуникации мы едины. Но мы должны признавать особенности, как бы диалектальные особенности, фольклорные особенности. Друг друга надо увозять, сохранять. И сохранять можно. Вот я в Башкирии никогда не изучал специально в школе башкирский язык. Тогда не было этого. Но я слушал радиотелевидение, читал газеты. Могу говорить без акцента и писать без акцента на башкирском. В прошлом году наша башкирская молодежь писала диктант на башкирском. Я пришел в Дом Дружбы, написал и получил неплохую оценку по башкирски, не изучая башкирский язык. Поэтому нас сливать в одно тоже невозможно. Но и противопоставлять нет причин. Дмитрий Александрович, есть такая шутка у антропологов, что любое современное общество дошедших до нас охотников-собирателей, или где-нибудь в Африке. Оно состоит из 50 охотников-собирателей и 100 антропологов. Так сейчас антропологов значительно больше, чем тех, кого изучают. Мы знаем, что сейчас начинается перепись. Опять у нас будет очень много антропологов. Их очень много уже сейчас. И, конечно, вот эта тема северо-западного диалекта так называемого башкирского языка, опять, она вроде не существовала еще совсем недавно. Я не помню о таком, но сейчас об этом очень много говорят. Имеется в виду северо-запад Башкортостана, где проживают, насколько я понимаю, в основном татары, но которые сейчас, как утверждается, говорят на неком башкирском языке, на диалекте башкирского языка. И, соответственно, мы понимаем, что это может означать на практике. Это значит, что так или иначе разговор идет о том, что это значит, раз язык башкирский, значит, это башкиры. Вы как на это смотрите? Ведь это только часть этой проблемы. И значительно ли это часть этой проблемы? Это 100% совпадает с литературным татарским языком. Ну, какие-то звуки у каждого района, у каждого отдельные бывают. А вы видели какие-то научные исследования на эту тему? Я вот не видел, это как-то же обосновывается. Пока еще в правовом смысле все не решено. Поэтому я успокаиваю своих земляков, если, называя наш родной язык татарский, литературный диалектом, будут издавать учебники, открывать газеты, театры. Ну, получается, признали на государственном уровне наш язык. Но, с другой стороны, как татарский язык, там и театры есть, и книги есть, и учебники есть, и литература есть, и даже журнал, газета «Хазалтан» и «Тулпар» – все это уже есть. Поэтому этот эксперимент, наверное, не принесет больших результатов. Ибо за последние 50 лет вот эта тенденция увеличить количество во время переписи «Башкир» есть. Это же цифра. Это фальсификация цифр. А чего у нас только не бывает в статистике. За это время, за 50-60 лет, никто практически не изменил свою национальность. Формально. Теперь еще и на паспорт не пишут. Поэтому такой серьезной проблемы нет. Я считаю, что это политтехнологическая игра, которая может навредить, в первую очередь, башкирам. Поскольку вряд ли они пойдут, что у башкир два языка. Вот есть же Мокша и Эрзия у Мардва, а тут, значит, восточный, северный башкирский язык – он один. Они, если не пойдут по этому пути, они ни татарский язык у себя не признают как отдельный язык. Если они признают, мы только будем очень сильно благодарны. А вот реальные настоящие башкиры – Зауралье, Зянь-Чуринский район, Хайбулинский район, Учалинский район и другие прекрасно, Куйергазинский район. Ну, а как мы будем когда их сохранять? Башкирская идентичность, башкирский язык, культуру. Почему мы их не показываем? Почему их не считаем? Реальных, настоящих башкир. Поэтому я знаю только два диалекта – настоящие башкиры и бумажные башкиры. Надо знать правду и надо соблюдать законы. Дело в том, что административный ресурс, два время выбранных кампаний, переписи, все равно он свое делает. Но разбавлять настоящих башкир нами, никакой толк от этого нет. Поэтому пусть башкиры своим чистым каким-то ареалом живут у себя и будем мы общаться. К тому же еще, раз мы однокультурные единые нации, одни башкирии в регионах России. С СНГ за рубежом Сабанту или концерт национальный вряд ли устроят. Одни татары тоже. А когда вместе, все лучше получается. Поэтому это уже привычно. У меня в Бешбулякском районе вот этой проблемы нет. Хотя, возможно, при переписи какие-то шалости бывают. Я догадываюсь, какие шалости. Если в моей деревне или в моей семье половину написали другой нации, значит, надо искать, кого написали. Потому что все одинаковые же. Могут быть в деревне представители другой нации, если замуж вышла сноха башкирская. Или татарин переселился в соседней деревне. Ну, это несколько человек. Могут быть 3%, 4, 5. Может быть. Даже сейчас, да, татаро-башкирские семьи 40%. Поэтому я за то, чтобы оба языка знать и считать себя представителем вот этих народов. Дмитрий Александрович, ну, такой вопрос немножко в сторону. Мы много говорим сейчас о том, что, ну, мир развивается, и люди скорее ставят во главу угла доллар, нежели чем какой-то национальный культурный идеал. Сейчас, на данном этапе развития общества, когда оно слишком сильно уже интегрировано в международную обстановку, скажем так, глобализацию. Есть ли возможность развивать национальную идентичность, и особенно, конечно, в молодежной среде? Это только кажется, что доллар побеждает, доллар становится религией, культурой доллар ничего не меняет, богатство и эти деньги счастья не приносят. Каждый человек имеет право быть самим собой. Каждый народ, каждая семья хочет быть самим собой. Каждый народ, каждый человек ищет свои корни, какие-то благородных героев, королей находит. Во Франции, Ле Пен, в Австрии, везде национализм поднимается. Как раз под нажимом глобализации некоторых государственных деятелей увеличивается, усиливается национальное самосознание. Как отпор? Как отпор, во-первых. Во-вторых, сейчас демократизация обществ. Межрегиональное и межконфессиональное общение, интернет, культура. Каждый видит, что у людей есть культура, у людей есть традиции, у людей есть герои, у людей есть моды. Кто-то комплексует, прячется, может быть, тогда им точно конец. А как более-менее соображающие люди уже обязательно, а я кто? Вот я ДНК согласился дать. Я, конечно, татарин, но потом проверили. Оказывается, в коктейле моих кровей, балтийского компонента, очень много. Значит, белорусско-литовско-польские татары, не случайно они часть нашего народа. Есть какой-то восточно-азиатско-монгольский, а я, оказывается, прибалт немножко. Но это у вас ничего не изменило, я полагаю? Нет, ничего не изменило, да и остальные народы тоже, они коктейль, это коктейль кровей и коктейль культур, но своя культура, особенно такие большие народы, как татары, башкиры, чуваши, русские, это же не просто индейцы какие-то, несколько десятков остались. Они демонстрируют, я представляю, мононациональную Россию, или унитарную Россию, или квази-империю. Это было бы действительно такое глобальное несчастье, не дай бог. Поэтому глобализация и современный уклад жизни российским народам дает новые возможности. Лишь бы сейчас национальным культурам овладеть средствами коммуникации, средствами культуры, и восстановить свою реальную историю, и найти свое место в том регионе, где ты живешь. Спасибо большое за это интервью, Юрий Савельевич, очень интересно получилось. Спасибо вам. Сегодня у нас в гостях был журналист, общественный деятель, лауреат премии имени Фатеха Карима, Римзиль Салькович Валеев. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok